Здравствуйте! Это еженедельная рубрика об иммиграции в США на канале Рофф Флорида. Меня зовут Виктория Шелегина, и я иммиграционный адвокат из Орландо, что в Солнечной Флориде. На прошлой неделе мы говорили об основных четырех видах иммиграции. А теперь перейдем к первому типу иммиграции – инвестиционные визы. Одним из видов неиммиграционных инвестиционных виз является виза Е2. Виза Е2 была создана для владельцев или совладельцев американских бизнесов. Эта визовая категория позволяет им находиться в США для управления финансами, инвестированными в американский бизнес. К сожалению, Е2 доступна не всем иностранцам, а только тем, чьи страны в свое время заключили соответствующие международные соглашения с США. Если мы говорим о странах постсоветского пространства, то Е2 доступна для граждан следующих стран. Это Армения, Азербайджан, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова и Украина. В этот список не входят следующие страны – Россия, Беларусь, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Как я говорила, для получения Е2 граждане одного из вышеперечисленных государств, которые заключили международное соглашение с США, должны инвестировать в американский бизнес. Бизнес может быть как приобретенным, так и созданным с нуля инвестором. Главное, чтобы участие инвестора в этом бизнесе составляло не менее 50%. Размер инвестиций законодательно не определен. Однако, если мы говорим о практике, то сейчас разумнее начинать с инвестиций размером от 100 тысяч долларов. К преимуществам визы Е2 следует отнести тот факт, что супруги владельцев Е2 вправе получить разрешение на работу и работать на территории США. Что касается детей, то до достижения 21 года дети владельцев визы Е2 вправе обучаться в государственных или частных учебных заведениях на территории США. И, наконец, возможны налоговые преимущества. При определенных условиях доход владельца визы Е2, полученный за пределами США, не обладается налогом, при условии пребывания на территории США не более 122 дней в отчетном году. Одним из важных условий для одобрения визы Е2 является готовность подтвердить легальность источника инвестиций. Иными словами, США хотят быть уверенными, что деньги, которые вы привезли, не получены от незаконной деятельности. В качестве доказательства легального источника инвестиций можно представить, например, налоговые декларации, банковские выписки, документы, подтверждающие факт имущественной сделки, деньги от которых вы уже использовали в качестве инвестиций. Подаренные деньги, кстати, тоже могут послужить источником инвестиций. Однако, в этом случае необходимо будет проследить источник получения денег у дарителя. А бабушкина пенсия, например. При определенных условиях в качестве источника инвестиций может выступать банковский кредит. Ну и, наконец, деньги, полученные от деятельности американского бизнеса, тоже могут быть использованы в качестве инвестиций, при условии, что с них уплачены налоги, конечно. Одним из ключевых составляющих успешного кейса Е2 является бизнес-план. Имейте в виду, что бизнес-план, подготовленный для привлечения инвестиций, и бизнес-план, который вы подготовили для получения инвестиционных виз, это, как говорят, две большие разницы. Помните о том, что бизнес-планы, которые вы планируете включать в свое иммиграционное дело, должны отражать требования, предъявляемые законом к определенной визовой категории, Е2 в нашем случае. Так, например, бизнес-план для инвестиционной визы Е2 обязательно должен отражать наличие у инвестора гражданства страны, с которой в США заключено соответствующее международное соглашение. Он должен доказать, что инвестиции в американский бизнес являются значительными. Учитывая, что Е2 не устанавливают минимального размера для инвестиций, фактически следует доказать, что планируемые инвестиции являются достаточными для коммерческого успеха американского бизнеса. Согласитесь, затраты на открытие бутика флористов и автозаправочной станции будут разными. Ну и, наконец, то, о чем мы говорили с вами ранее. Бизнес-план должен отражать легальный источник инвестиций. Необходимо показать, что деньги были изначально получены инвесторам от легальной деятельности, а не от продажи оружия, например. Если мы говорим об Е2, главным вопросом является, приводит ли Е2 к грин-карте. Нет. Е2 является не миграционной визой и выдается для временного пребывания в США. Однако, если ваш американский бизнес продолжает действовать, вашу Е2 можно продлевать неограниченное количество раз. Вот вообще неограниченное. Следующим по популярности вопросом является, каков же все-таки минимальный размер инвестиций. Этот вопрос мы с вами уже обсудили и запомнили, что негласным, неписанным правилом является сумма в размере 100 тысяч долларов. Однако, везде есть свои исключения. И лучше этот вопрос обсуждать непосредственно с адвокатом, уже оперируя конкретными фактами для конкретного бизнеса. Ну и завершает наш негласный топ-чарт, сколько работников нужно нанять для визы Е2. Опять же, закон не устанавливает конкретный минимум. Однако, американский бизнес должен приносить доход не только в семью инвестора. То есть, как минимум, один работник должен быть, судя по закону. И, конечно, количество работников тоже зависит от вашего вида бизнеса. Сравните тот же флористический бутик и автозаправку. Следующий вопрос. Нередко меня спрашивают, как покупка недвижимости может помочь в получении того или иного статуса. К сожалению, в отличие от европейских стран, покупка недвижимости в США сама по себе не ведет к иммиграционному статусу какому-то. Однако, инвестиции в недвижимость расцениваются иностранцами как наиболее одни из стабильных инвестиций. Например, вопрос. Я хочу купить дом в США и сдавать его в аренду. Могу ли я получить на этом основании инвестиционную визу? И мой ответ – нет. Одного домика у океана вам будет недостаточно для того, чтобы получить инвестиционную визу в США. Однако, если вы купите несколько домиков и объединить их в управляющую компанию, которая будет заниматься арендой, ремонтом, обслуживанием домиков, мы уже можем говорить о возможной неиммиграционной визе едва. Если же в дополнение к этому вы готовы вложить значительные средства в покупку домиков от 800 тысяч и выше и создать как минимум 10 полноценных рабочих мест, можно обсуждать возможность иммиграционной визы EB-5. В отличие от E2, которая является неиммиграционной визой, виза EB-5 приведет вас к гринкарте. Об E2 мы с вами уже говорили. Давайте остановимся подробнее на визе EB-5, которая предполагает инвестиции в размере от 800 тысяч долларов, если вы инвестируете в бизнес, расположенный в сельской местности или в местности с высоким уровнем безработицы, или от 1,050,000 долларов, если ваши инвестиционные проекты расположены в любых других местностях. Помимо законодательно определенного минимального размера инвестиций, закон предусматривает следующие критерии и требования. Это подтверждение законности полученных инвестиционных средств. Так же, как и в случаях с E2, правительство США должно убедиться, что ваши деньги не получены от нелегальных источников доходов. Так же, если EB-5 инвестиции должны быть вложены в бизнес или находиться в процессе инвестирования, бизнес этот может быть либо новый, созданный вами, либо вы уже инвестируете в существующий. Следующее. Ваш EB-5 бизнес должен создать как минимум 10 прямых рабочих мест. Одобренная петиция означает, что инвестор, а также супруги и дети до 21 года получают так называемую условную грин-карту с возможностью снятия условностей через 2 года, если бизнес продолжает соответствовать требованиям, которые я только что озвучила. Если же у вас нет никакого желания создавать и руководить бизнесом, а инвестировать очень хочется, то для вас существует возможность ходатайствовать о визе EB-5, будучи пассивным инвестором, в одном из так называемых региональных центров, одобренных иммиграционной службой. В этом случае размер инвестиций предполагает от 800 тысяч долларов и выше, а требования по созданию рабочих мест допускают создание так называемых вторичных, непрямых рабочих мест. Ежегодный лимит на выдачу грин-карт на основании визы EB-5 составляет 10 тысяч виз. Сюда включены не только инвесторы, но и члены их семьи. Спасибо за ваше внимание. Буду благодарна за ваши вопросы в комментариях о том, что бы вы хотели услышать на тему иммиграционного процесса в США. До встречи на следующей неделе на канале Ро Флорида.